Всем привет, добро пожаловать на канал Played Home. Сегодня мы с вами поиграем и посмотрим на игру, которая называется BeCastle. Это стратегия про строительство замка и его оборону, про борьбу света со тьмой. Всем приятного просмотра. Итак, первое, что мы с вами должны будем сделать после того, как появляемся в игре, это, конечно же, поставить центр нашего королевства, а именно замок. Мы его разместим, ну давайте где-нибудь, ну прямо в центре, где-нибудь вот здесь, вместо вот этих парочек ёлочек, вот здесь его установим. У нас прибегают сразу ребята, чтобы вы понимали, всех жителей, которые здесь присутствуют, их зовут Солнечные. По ночам будут приходить тёмные, они как раз-таки будут устраивать между ними борьбу. То есть наша задача будет это как раз-таки дать им отпор. У нас даже есть вот Солнечные ребята, которые солдаты. Мы их, наверное, сейчас временно пока от основного поселения оттащим и куда-нибудь здесь установим. Что касается нашего развития, здесь у нас есть несколько территорий, они все разбиты на некие клочки земли, мы их можем закупать. Каждая территория, по сути, уникальна, она даёт один-единственный ресурс. Предположим, здесь мы можем добывать рыбу, здесь мы можем добывать, здесь у нас пшеница, да, растёт. Здесь у нас главный материал, Солнечный камень, где мы как раз-таки можем производить золото. Ну и так далее. В общем, здесь каждая территория, и вы сами можете выбирать, куда вам в какое направление двигаться. Мы с вами сейчас начнём всё-таки заниматься едой, потому что у нас еда это основной параметр. У нас здесь есть еда, это производство и потребление. По деньгам всё то же самое, с камнем только для врокачки и древесины, естественно, для строительства. Дальше у нас есть население 3 из 3, это количество солдат и настроение. Настроение, оно у нас зависит от того, чем больше ребята ходят в таверны, отдыхают, тем больше настроение у нас поднимается. Чем больше настроение, тем быстрее идёт прирост у нас появления новых жителей. Жители, кстати, у нас появляются как раз в замке. Ну да ладно, хватит болтовни, сразу приступаем к действию. Что нам потребуется первое? У нас здесь большое количество разнообразных построек, но сперва нам нужно будет обеспечить себя деревом. Мы поставим лесопилочку где-нибудь прямо недалеко от замка, а именно вот здесь. Сейчас наши ребята солнечные туда прибегут. Кстати, обратите внимание, как они все выглядят. У них нету лиц, у них просто такие лучики света. Вообще выглядит игра очень классно и графика здесь доставляет большое удовольствие в плане наслаждения и вообще этого всего визуала. Так, это мы построили. Дальше мы сюда отправляем какого-нибудь одного жителя, даже не одного, наверное, двоих, чтобы быстрее происходила добыча. Параллельно купим кусок земли соседней. Это стоит 40 древесины и туда мы как раз-таки поставим кого? Правильно, нашу хижину рыбака. Разместим её, наверное, вот таким вот образом. А, здесь даже у нас дерево пропадёт. Слушайте, а почему нет? Как раз-таки пускай одно у нас исчезнет. Нам главное общую картину здесь не терять. Я не хочу, чтобы пропадал этот лес. Что касается вообще вырубки, они эти деревья рубят, но они не исчезают. То есть это как бы до бесконечности появляемое такое, ну, дерево. Так же, как и рыба. Она здесь бесконечная. Здесь всё упирается именно в цифры, которые вы получаете во время производства. Что нам потребуется ещё? Нам надо будет поставить несколько домов. И я предлагаю их сделать таким образом, что, например, один домик будет находиться недалеко от хижины лесорубов. То есть они здесь прямо-таки будут жить. Допустим, где-нибудь вот здесь он станет. Да, как раз-таки место одного дерева. Хижина, точнее, около хижины рыбака мы тоже сделаем один домик. Потому что здесь, видите, в этом здании нету никаких мест, где они могут жить. Поэтому так чисто для антуража добавим вот сюда ещё одну хижину. Ребята, давайте строите максимально быстро. А, у нас сейчас строители есть. А, он как раз-таки вот один у нас остался. Он побежал, сейчас всё дело будет строить. Вообще, в принципе, здесь они все строители. То есть когда им нефиг делать, они ходят, что-то там добывают, ходят, точнее, что-то строят. А когда мы захотим уже добыть какой-то определённый ресурс, то напрямую назначаем на каждую постройку. Древесина у нас пошла. Плюс у нас появилось уже население 5 дров, 7. Плюс 2 человека. Значит, тогда вы, ребята, отправляетесь у нас на добычу рыбы. Нам потребуется еда. И надо будет её очень много. Каждое здание мы можем здесь дополнительно грейдить. Оно нам будет давать дополнительные рабочие места. Но, к сожалению, пока у нас камня нету, надо всё будет дело добыть. Так. Кстати, по поводу нападения. Как только у нас вот здесь шкала жёлтая доходит до конца, наступает ночь и происходит атака. Чтобы было понятно, откуда происходит нападение, с каких сторон, у нас будет подсвечиваться с этой стены. Предположим, когда мы здесь стены уже будем стоять, да? Или с этой стороны. Вот такие два синих факела. То есть мы будем знать, что отсюда будут приходить сейчас враги. Но мы пока сразу, наверное, ребят, всё перетащим. Игра дико залипательная. Если вам понравится, то мы сделаем прохождение. К сожалению, это пока что демка. Но как только у нас появятся релизные версии, с удовольствием выведу её на полное прохождение. Но даже в демке тут есть чем себя занять. Так. Это мы сделали. Дальше давайте, наверное, мы выведем ещё одну точку. Куда выведем? Без понятия. Здесь у нас, кстати, охота. Может быть. Но хотя-хотя-хотя. Давайте, наверное, заберём солнечный камень. Откроем его. И поставим на производство себе золота. Где у нас в добыче идёт каменоломня? Солнечная мастерская. 300 единиц дерева стоит. Она забирает почти сразу всю территорию себе. Возведём её. А, нет. Мы здесь её ставить не будем. Поставим где-нибудь вот тут, допустим. Вот с таким вот разворотом. Вот сюда. И она сразу, видите, получается, оккупирует так вокруг определённого материала такие заборчики. Они будут сюда приходить и спокойно здесь уже добывать. Но они не сразу таскают это, предположим, как-то мясо. Они будут тащить тележку. Это будет тяжело. Это будет медленно. Поэтому чем ближе находится здание, тем быстрее будет получаться у нас этот ресурс. Это очень-очень важно. Что мы можем здесь делать ещё? По идее, надо просто подумать и придумать план, как мы в какую сторону будем двигаться. По идее, у нас и здесь хорошее место. Есть добыча еды. И сюда есть еда. И сюда. И плюс ещё камень. То есть, по идее, опять же таки, мы должны будем вот сюда, наверное, максимально это всё дело вытянуть, чтобы добыть весь этот ресурс. Правильно? Ну, примерно как-то да. Там уже, конечно, по ситуации, по обстоятельствам, наверное, я сразу возьму вот этот кусок земли. Захвачу. Вот этот. И вот этот. Да. Прямо-таки, прям тотальный идёт захват у нас. Эту пятачок пока оставлю. А вот этот я поставлю на добычу. Во. Чтобы как раз-таки после нападения мы могли здесь поставить уже фермы и стены. Пока сейчас будет нападение, оно слабенькое, простенькое. Наши, сколько там у нас, пять ребят с этим совсем абсолютно быстро справятся. Хотя, 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 я, наверное, ещё захвачу этот кусок земли. Специально для того, чтобы можно было поставить эту таверну и организовать небольшое поселение. У нас, тем более, здесь будет ферма, заводчество по овечкам. А, смотрите, наступает ночь. Все люди убегают сразу в дома, в замки. Где наши ребята? Наши ребята готовятся к бою. Ну, здесь сопротивление слабое. Всего лишь три тёмных идут. У них, кстати, тоже нету лиц. У них такие синие подсветки идут. Ой, густо, не со стороны камеру подсветил. Во. Они их моментально на раз-два размотают. Минус первый, минус второй. Всё, все готовы. Отступаем обратно к дому. Можно отдыхать. Если мы убиваем сразу всех, то ночь моментально проходит, тьма отступает и мы, соответственно, возвращаемся уже в дневное время суток. Опять, кстати, нападение будет с этой стороны. Ладно, значит, сразу начинаем делать следующие вещи. Нам потребуется сейчас ферма, которая у нас будет отвечать за добычу и производство вот этого скота, да? Поставим её, допустим, как-нибудь, ну, наверное... Где у нас, кстати, вход? А, у неё входа я что-то вообще не вижу. А, нет, я вижу вот здесь. Только нам придётся её как-то вот так вот, наверное, развернуть, да? Вот такой вот стороной возьмём. И поставим её вот сюда. Здесь у нас будет поле по добыче. И около поля ещё потребуется мельница. Она как раз-таки будет увеличивать скорость добычи всего этого ресурса. Она, кстати, может находиться где-нибудь даже вот здесь. Между двумя фермерскими производствами. А ещё нам потребуется больше древесины. Древесины и людей. Значит, первый дом мы будем возводить где-нибудь вот здесь, как и планировали, да? У нас здесь будет такой небольшой городок. А внутри мы поставим таверну. Это будет ещё очень круто смотреться. Давайте, мужики, стройте. Как можно быстрее? Что у нас там по идее? У нас производство 60, потребление 70. Маленькая просадка идёт, но ничего страшного. Сейчас, как только у нас будут дома, мы сразу же это всё дело быстро бустанём. Этот дом у нас есть. Плюс ещё одну хижину мы поставим, допустим, где-нибудь вот так вот и вот здесь. И параллельно сейчас подкопим ресурсы на ещё одну лесопилку. Хотя, может быть, даже лесопилку нет смысла брать. По одной простой причине, что мы, наверное, сможем просто эту дополнительно бустануть. Но надо будет выходить в камни. Хотя нам так и так придётся выходить в камни. 320 земля. Не, давайте, наверное, поставим ещё одну лесопилку. Где-нибудь вот здесь, допустим. Тут она ставится. Так, здесь её уже поставить не можем. Всего лишь одна лесопилка на один кусок... На один кусочек земли, да. Ну, тогда поставим вот здесь её. Вот прям сюда. У нас люди появляются. Значит, ты, друг, отправляется сюда. Ты пока бездельный друг сюда. И у нас ещё один житель есть. Без всего отправляется на мельницу. А, ты уже построил и не работаешь? Вот сюда-то, да. Ты и ты. Что у нас там по производству людей? Рабочие уже 10 из 11. А, так они уже все дома построили. Сори, что-то я как-то проглазел. Я думал, они там ещё их возводят. Мы поставим ещё один дополнительный дом сюда-то, да. И плюс одну хижину дополнительную возведём вот сюда. А между этим всем мы сделаем таверну. Во. Прямо в центре. Чтобы ребята тут могли хорошо оттянуться. По поводу количества домов. Наверное, нет смысла их здесь огромное количество ставить. Почему? Потому что каждый дом можно будет дополнительно за счёт камня модифицировать. Он будет давать плюс одно жилое место для наших ребят. Вот сколько нас сейчас тут свободных? Получается, один гуляет здесь. Он как раз-ка сразу тогда в таверну и пойдёт. А, хотя стоп. Давай-ка, наверное, ты пока отправишься лучше на добычу древесины. А, стоп. У нас уже двое на древесине здесь. А здесь у нас тоже двое. Всё тогда отлично. Просто сразу идёте вот сюда. Ты раз. И ты два. Настроение плюс 12. Скорость у нас появления, ребят, будет чуть-чуть быстрее происходить. Что-то у нас на ферме происходит. О, в шапке трудится, на мельнице таскает, муку крутит. Пастухи и овечек тут загоняют к себе. Но, к сожалению, они с ними никак не взаимодействуют в плане визуала. Но они, главное, загоняют именно внутрь вот этого самого... самой этой фермы. И просто они дают нам еду. По еде у нас уже производство 135. Пока потребление 140. Ну, небольшой минус у нас всё-таки имеется. Давай, наверное, мы тебя дополним, друг. Хотя нет. У нас уже тысяча древесины. Я лучше оставлю вас пока в покое. Поставлю вот здесь где-нибудь у нас будут производиться лучники. Хотя дерево мы оставим, не будем им мешать. А сюда мы поставим уже стенку. С какой стороны у нас будет находиться... Здесь, кстати, без разницы, как ставить, в какое направление у нас будет идти упор. Потому что в любой момент это можно всё будет спокойно и элементарно развернуть. Но всё равно стараться можно, конечно, сделать сразу всё правильно. Вот сюда мы ещё поставим дополнительную. Вот сюда. А сюда, наверное, уже не хватит, да? По поводу башни. Это самое важное здесь. Почему? Потому что на неё можно будет ставить разнообразные бонусные постройки в виде... Там катапульта какая-то идёт. Плюс на эти башни могут забираться лучники. Это вот самое-самое крутое. Если мы будем в дальнейшем ещё модифицировать стены, а они могут модифицироваться, то там будут появляться дополнительные выступы тоже для лучников, и они могут по всем стенам спокойно гулять. Это очень-очень важно и очень-очень классно. Так, стоп. У нас немножечко не хватает места свободных для жителей, поэтому пару домов мне придётся, хочешь-не хочешь, добавить. Поставим вот сюда одно дополнительное. И куда-нибудь ещё одно вместо вот этих деревьев. Не хочется, конечно, их срубать, но тут дело такое. Вот так вот. Я всё-таки стараюсь строить... Ну, так, более-менее правильно по всем постройкам, но не забывая про хоть какую-то там красоту. Стены у нас готовы. Так, на этой стене мы, наверное, сделаем дополнительный проход. Прямо вот здесь в центре. У нас будет ворота находиться. И пару башен. Башни тоже надо ставить таким образом, чтобы люди наши, солдаты, могли спокойно забираться именно изнутри. Если мы дверь сделаем с той стороны, то им придётся выходить на улицу. Наружу, точнее. Но самое, что интересное, башни здесь служат не просто, как, знаете, некий дополнительный деф для ваших ребят. Если противники зайдут на территорию, они могут спокойно зайти внутрь этой башни, подняться наверх и наверху прямо вырезать ваших лучников. Или даже оттуда сбрасывать. Это прямо меня вообще убило. То есть, как бы, в каких играх вы такое когда-либо видели? Я такого лично никогда не видел. То есть, если какой-то солдат когда-то забирается на какую-то башню, то он там будет сидеть до усрачки, пока эту башню не сломают. Здесь, как бы, это вообще так не работает. И это круто. Это реально очень круто. Значит, нам потребуется несколько дополнительных ребят, моих лучников. Возьмём, обучим сразу же. Они уходят в стрельбище. Начинают там тренироваться, стрелять по мишеням. Причём видно даже весь процесс тренировки. Куда они там стреляют, куда попадают. Вы посмотрите, какие мелочёвки. Охренеть. И, кстати, кто не знал, наверное, многие не знали, но разработчики этой игры русские ребята. Вообще, отдельно им за это респект. Ладно, с этим мы разобрались. У нас древесина уже подходит. Дальше мы начинаем... А, понятно. Дальше мы уже ничего не начинаем. Лучников хоть кого-то успели сделать. Давайте, пускай они забираются наверх. И сразу сделаем точку сбора. Ну, допустим, где-нибудь вот здесь. Сейчас посмотрим, что там по врагам будет. Конечно, я, походу, не особо подготовился. Но как-нибудь, я думаю, мы с этим справимся. Ну, они сейчас их расстреляют на подходе. Давайте, наяривайте по полной программе туда. Вот этот минус. Это мы просто сразу толпой на него наваливаемся. Забивайте до смерти их. Так... Но самый интересный момент. Здесь есть возможность. Будет еще построить некий храм, как церковь. Там священники будут в любой момент. Если кто-то у вас погибает. После замеса они могут спокойно прийти и... Их воскресить. Это классно. То есть не надо будет заново их обучать. Все, ночь прошла. А этого второго, походу, который у нас тут забрался, убили прямо-таки на подходе. Ну и отлично. Так, ребята, мы отсылаем вас сюда. Лучники пускай пока стоят. Откуда у нас будут эти нападения? Вот сейчас надо понять и увидеть эти синие флажки. А, совсем с другой стороны. Хорошо, ставим милитари. Делаем тогда защиту сразу же башню одну сюда. Дополнительную башню мы поставим... Наверное, здесь уже нет смысла ставить. Поставим ее вот сюда лучше. И плюс еще одна у нас пойдет вот сюда. Ну а между этими совсем уже, конечно, мы будем ставить стены. Вот так вот, вот так вот и... А тут уже немножко не хватает древесины. Так, что у нас там по производству еды? 135, 160. Нам нужны ребята, которые могут... А, это строитель. Это строитель, это бармен. А сколько у нас людей? 18 из 19. Ну, ждем, ждем пополнения. Хотя, конечно, можно взять строителя какого-нибудь, например, вот этого. Отправить его на ферму. А ты, друг, у нас пойдешь на поле. А, хотя стоп, у нас на поле уже... А, на поле у нас один человек только работает. Тогда, тогда ты, друг, у нас отправляйся вот сюда. Что у нас там теперь становится уже по идее? 165. Правда, у нас еще добычи золота нету. Вот это плохо. Так, а добычу золота мы сделаем тогда ты, вдруг отправляешься сюда. И как-то, наверное, плюс одного мы еще отправим так же сюда. А то я шахту сделал, а деньги не стал добывать. Плохо. Но ничего, это мы порешаем. Значит, три лучника сразу у нас готовы отправляться на эту башню. С этой стороны, ребята, мы его спускаем, наверное, куда-нибудь вот сюда. Пускай будет здесь защита находиться. Нам еще надо будет здесь поставить дополнительную стенку. Поставим ее, ну, таким вот образом. Здесь и вот тут тоже надо будет потихоньку закрываться. Хотя, по идее, по идее, раз такая пошла пьянка, мы можем вообще сделать замок в такой виде сосиски. То есть мы его будем вытягивать в сторону охоты, потому что здесь дополнительный приток еды у нас будет. Ставим тогда его вот сюда. Вот сюда. И здесь продлеваем еще кусок вот так вот. По поводу выхода, ну, наверное, Е можно будет попробовать поставить какие-то ворота, допустим, вот здесь. Сразу, кстати, ребят наших надо вот туда перекинуть. Сейчас нам по производству 210, монеты 300, потребление 78. Ну, хорошо. Но только нам единственное, что нехорошо, нам нужны будут сейчас камни. Как нам это сделать? Наверное, возьмем вот этот кусок земли. И пока его закрывать никак не станем, или хотя, может быть, станем, возьмем ресурс, где у нас добыча каменоломния. Вот здесь тебя поставим сейчас. Построят, и потом, как только они это сделают, мы зашьем это стеной. У нас уже 19 дробь 19, и я бы, наверное, еще добавил парочку домов вот здесь прямо вокруг. Один, хотя нет, не здесь. Можно где-то фермерский домик вот здесь один дополнительный сделать. Даже не то, чтобы домик, а такой микропоселениц. Раз, и еще один вот так вот здесь сделаем. Два. Что у нас там с едой? 210. Так, давайте, наверное, также будем потихоньку выдвигаться в сторону охоты. Захвачиваем эту территорию. Нам потребуется здесь поставить хижину охотника. Она стоит 200 древесины. Сейчас она появится, и сразу сделаем. Во, готово. И вот сюда ее бахаем. Камни тоже у нас построились. Первый товарищ туда отправляется. Где у нас еще люди? Угу, угу. А я что-то никого из свободных-то сейчас и не вижу. А что у нас там по производству? А, у нас удовлетворение плюс 5. Хотя, стоп, а это у нас фермеры. Во, житель сюда отправляется. Плюс еще один житель у нас здесь уже занято. Можно его отправить... А, на муке у нас только один работает. Я понял. Тогда он будет в хижине охотника у нас находиться. Ты и ты. Такие сейчас возьмут луки. И, ну, пошел на ере. Нет, он еще не взял ничего. Во. Смотри, какой-то мега охотник. Прямо перед тобой уходят олени. Ну, красавчик. Плюс мясо. А мы пока параллельно дальше продолжим застраивать наши стены. Все-таки у нас раз сверху идет нападение. Давайте здесь продолжим закрываться. У нас 23. Сколько у нас, кстати, камней? Уже 15 штук. А мы их сможем грядануть дома за 15 единиц. Допустим, вот этот, да? Дополнительно сделаем. Харясь. Дома стал больше. Места стало тоже больше. На одного человечка. Но уже хорошо. Что у нас с едой? 270 уже. Здесь у нас получается сейчас сколько работает? Двое, да? Охотников, наверное, нет смысла бустить. Я думаю, лучше мы дополнительно еще прогрейдим. Сколько там требуется? 20-ка, да? Рабочее место будет как раз-таки для рыболова. Я думаю, как раз-таки вот эту территорию заберем. И вот эту. И на этом мы закончим такой тотальный захват. Нам этого должно хватить уже и по дереву, и по всем остальным вещам. Хотя, наверное, даже и золото нам настолько не будет нужно. Пока, наверное, даже оставлю ее, да. Единственное, только сейчас сделаем вот это. Вот это. Вот это. И вот это. А вот это мы с вами сейчас удалим. Раз. И два. Так, что у нас там получника? Нам требуется еще, ребята. Срочно причем. Вручную их туда отправляем. Слушайте, а нам хватает сейчас возможности, чтобы поставить церковь. Да, она у нас есть. Мы ее поставим прямо, наверное, в центре, где-нибудь вот здесь. Это будет отличным вариантом. И по поводу декора. Здесь он у нас тоже есть, но, к сожалению, он здесь никак не работает. Но мы можем поставить какой-нибудь, не знаю, такой вот фонтан. Или даже... Ну да, это фонтанчик какой-то у нас. Здесь все у нас построили. Ну, почти что все. Ночь настала. Так, а у нас лучники пришли. Да, двое есть. Дополнительно забирайтесь вот сюда. Откуда нападение идет? И кто главное? Пока что-то вообще никого не вижу. А, вот теперь увидел. Охренеть. Здоровяки пошли. И они, причем, самое же интересное, пошли все в обход. Стоп, 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 мужики. Вам тогда вот сюда. А вы, друзья, сваливайтесь тогда куда-нибудь на эту башню. Успеете перебраться, надеюсь. Хотя с такой, с другой стороны, с такой, с другой, да. Мы сейчас под шумок их, наверное, успеем и так вынести. Давай напали. Смотри, какие они сильные. Охренеть. Просто, просто выбивают на раз-два. А хпшки, ну, их только лучниками можно пробивать. Вот прямо, чтобы хорошо шел урон, нужны лучники. Давайте наверх, забирайтесь, мужики. А, они сейчас не могут. Ночь настала, я понял. Ну, они, в принципе, и так неплохо раскидывают их через стены. А что это? А это там продолжает стенки ломать, да? Ну, я понял. Хотя, самое же интересное, почему они не могут туда зайти? По идее, они должны туда заваливаться. Ладно, мы тогда их вручную сейчас перетащим. Вот на этого пускай нападают. Так, а здесь у нас еще кто-то, по-моему, был или... А, они уже все ушли, я понял. Поближе сейчас перетащим. Вас, наверное, тоже надо отсюда будет спустить. Во, выходят, отлично. Этого здоровяка завалили. Вот этого надо убить. А, ну, он просто повис на заборе. Ну, и отлично. Откуда у нас будет нападение? А, опять же таки отсюда. Ну, тогда сразу их туда перекидываем. Вы двое сюда и трое туда, на эту сторону. И эти, когда тоже надо смысл, отсюда мы уберем куда-нибудь вот сюда. Так, церковь у нас почти что-то построилась. Лучники у нас в даче продолжают делаться. Дополнительно двух штук мы добавляем. Потребление есть. 270. Сколько у нас здесь людей работает сейчас? Двое. Надо, надо, надо. Надо будет нам немножечко здесь что-то сейчас допустануть. Наверное, начнем. Так, по идее, что у нас? 270. Нет, давайте, наверное, пока еще дома поставим. Лучники пришли. Дополняются сюда. И нам требуется еще один человек. Потому что у нас убили же всех, получается, да? Наших милишников. Так, ты вдруг тогда сюда шурши? Во. Ты будешь священником. Ты и ты. Блин, он лучником был, стал священником. Ну ладно, хорошо, пускай будет так. Вон, там начинает что-то шаманить, призывать, молиться Богу, чтобы он вернул с того света этого бойца бравого. Хырясь. И появляется. Прямо-таки из этого, из церкви. Так, ты сюда у нас отправляешься? А ты у нас... А, он сразу на лучников уходит. Да, у нас здесь пошло производство их. У нас плюс 30 камней есть. Здесь, конечно, домик этот вообще не в тему. Но удалять сейчас я его тоже не стану. Наверное, лучше грейдану вот эти по ручку штук. А чуть позже мы его отсюда снесем и... Хотя, может быть, и нет смысла отсюда его сносить. Лучше ворота просто перетащить куда-нибудь в другую сторону. Вот сюда, например. Хотя нет. Мы лучше, наоборот, да, домик лучше уберем отсюда. Он, конечно, никак не мешает. Ни для прохода, ничего. Ну, так, чисто из-за визуала. Плюс 2, плюс 3 уже. Ребята возвращают. Классно. У нас же лучников, по-моему, никто не погиб. Давайте, наверное, еще дополнительно поставим еще одну башню вот сюда. Для защиты по-любому. Если они будут где-то здесь проходить, соответственно, мы отсюда их будем шквален таким огнем накрывать. Сколько у нас там стоит ферму грудануть? 20 единиц. Отлично. Всех воскресили. Ребята, возвращаемся в строй. Я пока на бойцов ближнего боя не хочу рассчитывать. Ну, не буду их делать. Я не хочу вообще, в принципе, рассчитывать всю эту тему. И мне как-то интереснее попробовать через РДД пройти. То есть чисто через дальние замесы. Единственное, будет проблематично, когда будут всякие катапульты, баллисты, тараны. Но я думаю, как-то с этим мы должны будем справиться. О, у нас еще и лучники пришли. Отлично. Туда и туда отправляются. А тебя, друг, мы отправим прямо-таки вот сюда к нам на ферму. У нас как раз-таки освободилось свободное местечко. Куда он пошел? А, он все равно ушел на готовку. Ну, точнее, на... На этот самый, на стрельбище. У нас еще столько свободных мест? Ага, еще парочку есть. О, выбежал. Стой, 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 стой. Вот сюда иди. И плюс мы еще дополнительно поставим одно дополнительное место вот сюда. Нам бы, наверное, еще потребовалось и... Сколько? 2 на 25 стоит камней. Угу. Товерно поднять, чтобы было еще радости и, естественно, быстрее они появлялись. Ну, ладно, с этим тоже порешаем. Это сюда отправляем. О, появился. Стой, стой, стой. Нет, тебе не туда, тебе вот сюда. Ну, что я думаю, ребятки, тогда на этом моменте я серию закончу. Как раз-таки половина дня этого у нас прошло. Если вам это интересно, то мы уже с вами увидимся в следующем видосе. Пишите, что думаете по поводу данной игрушки. И хотите ли видеть дальнейшие замесы, дальнейшее прохождение этой версии. И не забывайте лайки, дизлайки. Все по стандарту. Я вас всех поднял, обнял. И свет, это хорошо.